Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. Гость студии сегодня профессор Страсбургского университета Александр Алексеевич Вайарник. Он доктор химических наук. Он возглавляет в Страсбурге лабораторию хемоинформатики и ведет в соответствующее направление здесь, в Казанском федеральном университете. Он научный руководитель магистратуры по хемоинформатике. Я правильно сказал? Совершенно правильно, да. Спасибо, что нашли время между Страсбургом и Казани побывать у нас в студии. И, Александр Алексеевич, если вы не возражаете, давайте начнем с совершенно дилетантского вопроса. Говорят же, что наука – это такая сфера, где люди удовлетворяют свое любопытство за счет других, за счет государства. Журналистика в определенном смысле или в определенной части своей – это примерно то же самое. Мы тоже удовлетворяем свое любопытство. И вот любопытство дилетанта. Хемоинформатика, насколько я понимаю, 20 лет назад просто даже термина такого не было. Да, но, вы знаете, все новое – это хорошо забытое, старое немножко. И в этом плане действительно слово «хемоинформатика» было произнесено в 1998 году. Но эта наука являлась результатом слияния четырех существующих областей, которые начали развиваться с 60-х годов. То есть это химические базы данных. В электронном виде они начали развиваться. Далее так называемые статистические модели, предсказывающие свойства. Есть в англоязычной литературе, да и в русскоязычной, такая аббревиатура – QSAR – Quantitative Structure Activity Relationship. Это был отдельный. Дальше был компьютерный синтез. То есть это была область, которая старалась предсказать, каким образом можно синтезировать новые соединения. То есть какие реагенты, какие условия и так далее. И четвертая веть появилась, начиная с 80-х годов, как только начала развиваться структурная биология. То есть четвертая связана именно с предсказанием, она была нацелена на взаимодействие маленьких молекул с биологическими объектами, белками и нуклеиновыми кислотами. Вот, собственно, слияние вот этих четырех и привело к созданию химинформатики как единой науки на одном, так сказать, общем фундаменте. Исповедующие некую общую, так сказать, религию, то есть общие принципы, общие концепции, но чрезвычайно разнообразные в своих применениях и в математическом аппарате. Я правильно понимаю, что вот вы упомянули, что в начале 60-х годов прошлого века начали развиваться вот эти четыре направления, так или иначе, связанные с обработкой достаточно больших массивов данных, статистических и так далее. Что это все-таки как-то было связано с проникновением в действительность вычислительной техники, да, и, собственно, информатика КХЭМа оттуда, да, пришла? Да, но тогда не говорили о большом количестве данных, тогда говорили просто о данных, да, и речь шла о неких таких достаточно, ну, сегодняшних реалий, наивных немножко работ. Это были десятки структур, но это были некие, так сказать, попытки, которые позволили установить некие закономерности, то есть выработать некий математический аппарат, подойти к нему, по крайней мере, и создать вот эту самую область как таковую. То есть начали появляться люди, профессионально работающие в этом направлении. Вот в чем дело. А ну вот то, что касается баз данных, я вам скажу так, что, вы знаете, еще до 90-х годов любые библиотеки химические, да, в частности в Страсбурге, каждый месяц получали по 12 томов, 12 толстых томов журнала, который назывался Chemical Abstracts. А в России это были только вот краткие абстракты, 12 томов, да, и в России, соответственно, был, значит, РЖХИМ, реферативный журнал «Химия», который сдувался в Винети, всесоюзным сейчас всероссийским институтом научно-технической информации. Вы знаете, это огромное количество, которое возрастало, уже 12 томов не хватало, это был взрыв уже, значит, в количестве публикаций. И, собственно говоря, это вывело острую необходимость перехода на электронные средства, на базы данных. Так, теперь в Страсбурге, в частности, подписка на бумажные варианты журналов исчезла вообще. Ну, неэффективно смысла нет. Уже лет 20, конечно. Во-первых, неэффективно. Во-вторых, вы понимаете, вам не надо идти в библиотеку, и вы, сидя перед экраном, вы находите нужную информацию. Вот, но это, понимаете, только первый уровень, потому что второй уровень заключается в том, что, понимаете, вы не можете все равно все прочитать. То есть, вам необходимо выходить, я хочу узнать информацию об этой молекуле, и вы должны ее получить через одну минуту, а то и раньше. В лабораторных условиях вычленить? Ну, в смысле, из литературы, да. То есть, речь не идет о том, что о перечитывании всех статей, речь идет о том, что она должна быть, должна быть система поиска, которая, не рассматривая каждый отдельный журнал, непосредственно идет к этой молекуле и извлекает для химика ту информацию, которая для него нужна. Вот, вы когда давали определение сейчас, здесь и сейчас, как говорится, да, что такое химиоинформатика, в общем, изложили это достаточно популярным языком, ну, даже мне совершенно далекому от этой сферы, в общем, более-менее, я надеюсь, понятно. Но я вам прочитаю одно классическое определение, я, ну, естественно, я готовился к встрече с вами, пытался что-то понять. И, честно вам скажу, оно меня просто ввело в некий ступор, небольшой, но тем не менее. Я зачитаю, и для наших телезрителей тоже. Химиоинформатика означает, а вот, нет, извините, это первое было определение, которое дано Брауном, оно тоже более-менее понятное, что использование информационных ресурсов, то, о чем вы сейчас говорите, для быстрейшего принятия наилучших решений. А вот второе классическое определение, сейчас вы, может быть, угадаете, кому оно принадлежит. Химиоинформатика – это часть теоретической химии, базирующаяся на собственной молекулярной модели, в отличие от квантовой химии, в которой молекулы представлены как ансамбли электронов и ядер, и основанного на силовых полях молекулярного моделирования, имеющего дело с классическими атомами и связями. Химиоинформатика рассматривает молекулы как объекты в химическом пространстве. Да, судя по всему, вы его знали. Вы его знали. Автор, да. Это вы. Это я. Действительно, да. Это, вы видели, наука о моделировании в химическом... Во-первых, сразу я начну с того, что я еще не давал определение химиоинформатики. Я вам хочу сказать, что, если по-простому говорить, химиоинформатика – это наука, позволяющая разработать предсказательные модели, то есть математические модели, предсказывающие поведение еще не синтезированных соединений, какие у них будут биологические, физические или химические свойства, на основании анализа существующих данных по уже известным молекулам. Вы, таким образом, часть хлеба у экспериментаторов отнимаете? Нет, 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 нет. Я просто анализирую их данные. Я помогаю им анализировать их данные с помощью специальных математических методов, которые специально для этого разработаны. Ну, смотрите, если до появления вот такой отрасли знания, как химиоинформатика, насколько я понимаю, вот во всех этих, которые так любят киношники, там, и телевизиончики показывают, в колбочках, ретортах, там, что-то там бурлит, там, закипает, переливается, и складывается ощущение, ну, вот даже судя по тому, что вы сейчас рассказали, что экспериментаторы во многих случаях, если не в большинстве, ну, действуют не то, чтобы уж вслепую, но методом перебора вариантов, да, вот, а что получится, а что получится. А с появлением химиоинформатики вот эта нужда, эта лишняя, назовем ее так, работа, она отпала, нет? Нет, значит, я хочу сказать следующее, что я бы не стал так говорить о коллегах-экспериментаторах, которые, вы знаете, разработали совершенно потрясающие вещи, и один из видов деятельности химиков-экспериментаторов является обобщение тех данных, которые они получили. Вот они получают ряд цифр, и дальше они пытаются найти какие-то тенденции в этих цифрах, что получается, когда вы модифицируете молекулу, как меняются ее свойства и так далее. Это делается для того, чтобы понять, куда двигаться дальше. Это необходимый этап в деятельности любого химика-экспериментатора. То, что мы делаем, мы используем абсолютно ту же самую концепцию, но с использованием специальных математических методов. Дело в том, что человек может не увидеть эти тенденции, они глубоко спрятаны в данных. И потом данные бывают очень разные. Спектроскопические данные, термодинамические данные, структурные данные и так далее. Их огромное количество. Человеческий мозг не в силах их, так сказать, всех абсорбировать и сделать выводы. Это то, чем занимается химинформатика с помощью специальных методов. Это похоже чем-то на те открытия, которые, скажем, в астрономии делаются, опять же, благодаря математическим методам исследований, когда теоретики, математики говорят, вот там должно быть такое-то космическое тело, там туманность или звезда или планета. Хороший вопрос, который приближает меня к интерпретации того самого определения химинформатики, очень заумного, я с вами согласен. Но специального, скажем так. Да, специального, потому что оно было адресовано не, так скажем, журналистам, а коллегам по цеху. Дело в том, что предсказывать можно, есть различные как бы науки моделирования, различные области предсказания. То, о чем вы говорите о планетах, речь идет о законах Кеплера, то есть это математические формулы, которые позволяют рассчитать движение планет. То есть это некие, так сказать, формулы, которые уже заранее известны, и которые вы применяете в конкретной ситуации. Да, химинформатика исповедует совсем другую, так сказать, концепцию. Химинформатика считает химические и биологические явления слишком сложными для того, чтобы их рассмотреть в рамках одной, даже самой замечательной модели. Поэтому химинформатика строит свои модели исключительно на анализе существующих данных. Эти математические уравнения, вот вы берете, значит, вот те данные, которые есть. И именно для этих данных она вам строит модель. И она говорит следующее, что если у вас будут какие-то молекулы, которые как-то будут похожи на те молекулы, которые вы уже взяли в оборот, которые вы анализируете, тогда это предсказание будет надежным. Как только вы немножко выйдете за пределы, у вас могут быть проблемы. Это вот, значит, когда у вас есть общая модель, то вы как бы, у вас нет границ. Это вот законы Ньютона, законы Кеплера, законы квантовой механики и так далее. Речь идет вот о чем, что вот эти все разные виды моделирования, они друг другу не противоречат, они комплементарны. Это то, что я хотел сказать вот в этом определении. Для того, чтобы как бы связать, сделать некую, так сказать, картину всего моделирования. Есть, так сказать, наука, которая называется квантовая механика, которую вы хорошо знаете. Есть наука, которая занимается, ну, вот она известна под названием сейчас молекулярная динамика. Когда это колоссальное количество молекул, значит, вы видите их движение, вы моделюете их движение. А есть схема информатика. Смотрите, вот разница. Квантовая механика, ее объектами являются отдельные молекулы. Редко, так сказать, ну, там немножко более, часто, конечно, для материалов их используют, там, при некоторых условиях. Но, в общем, это отдельные молекулы. Объектом молекулярной динамики являются, скажем, сложные системы. Но все равно одинарные, скажем, белок и там какие-нибудь несколько молекул. Объектами схема информатики являются миллионы, миллиарды молекул одновременно. Вот о чем идет речь. Разные масштабы. Понимаете? И для того, чтобы реализовать, найти модели, предсказать для этих объектов разных масштабов, нужны разные направления моделирования. Это, которые сейчас сформировались в отдельные науки. Со своим математическим аппаратом, со своими, как бы, базовыми представлениями. И именно это я хотел, так сказать, вот показать, сформулировать вот в этой заумной, вот, так сказать, статье. Ну, нет, нет, я такого термина не употреблял. Я просто сказал, что это специальное... Ну, она для профессионалов. Да, она для профессионалов. Специальное определение, естественно. Да, 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 да. Так вот, исходя из того, что вы сейчас рассказали, ну, физики, в принципе, тоже ведь работают там с элементарными частицами, да, с атомами, с там, протонными нейронами, нейтринами и так далее. Их тоже там мириады, да, обобщенные. Почему информатика в данном случае вот так легко, как говорится, органично прицепилась к химии, а не к физике, скажем. Вы знаете, у нас сейчас, как говорится, цепляется ко всему. Мы живем в эпоху огромной революции, которая, значит, связана с развитием этой общей науки, data science, наука о данных, да, которая как раз разобрабатывает эти модели, основанные на данных. Она используется в любой в любой области науки сейчас. В химии она начала вот резкий взрывной рост, вы знаете, чисто по экономическим причинам. Это связано с огромной сейчас, значит, стоимостью разработки медикаментов. Ну, вот по статистике разработка медикаментов, что такое медикамент, да, значит, это лекарство, это органическая молекула некая, достаточно маленькая, да. Значит, вот стоимость ее порядка 3, в среднем, да, 3,5 миллиарда долларов, это огромное, да, да, от пробивки до аптеки. И, по крайней мере, треть, это вот тратится на поиск, а какая, какая у нее будет структура. Ну, все-таки методом тыка. Как? Методом тыка. Так вот, химинформатика позволяет вот на треть примерно сэкономить, вы понимаете, не методом тыка, а, значит, отбросить, если, скажем, не сказать, вот это конкретная молекула, то сказать, что вот 99,99 вы можете отбросить сразу. Вот. Да. И вы выбираете, вы делаете тонкие эксперименты, дорогостоящие эксперименты, вот на этом ограниченном количестве молекул. Вот это вот роль химинформатики. Можно сказать, что химинформатика явилась, ну, с реакцией на нужды в фармацевтической индустрии. Абсолютно. Именно поэтому в начале 2000-х годов треть примерно работ по разработке методологии в химинформатике была произведена не в университетах, не в академических учреждениях, а именно в лабораториях на крупных фармацевтических фирмах. В связи с этим, ну, понятно, да, что доминируют в фармацевтике, в производстве, в вводе новых там лекарственных соединений, препаратов, отнюдь не Россия. По многим показателям. Тут мы можем с вами вздыхать, можем не вздыхать, но, по-моему, это факт. Насколько химинформатика востребована вот здесь? Вы знаете, на сегодняшний день, я бы так сказал, дипломатично, она в гораздо меньшей степени востребована, чем, скажем, в западных странах. Это связано с относительно небольшой наукоемкостью производства. Это известный, к сожалению, известный факт, но я очень надеюсь, что ситуация будет меняться. И я очень надеюсь, что те магистранты, которые сейчас выпускаются, они найдут работу. Значит, этот осторожный оптимизм, он связан с тем, что, вы понимаете, проникновение методов информатики вообще в любую область, оно совершенно неминуемо. И мы сейчас живем в этой эпохе, вы понимаете, мы же еще 20 лет не понимали, что такое, не ходя в магазин, а что выписывать по интернету, все такое, фейсбуки и все такое прочее. Мы же не знали, заказы билетов, это все пришло сюда. Интернет вещей, как таково. Так вот, я вам хочу сказать, недалек тот день, когда, то есть он уже пришел, более того, когда, например, компьютер принимает решение, какую молекулу сделать и как ее сделать. Эти работы начали появляться с 2014 года. Понимаете, да? То есть надо сделать молекулу, которая, скажем, биологически активна, чтобы она связалась с каким-то белком, и компьютер не только принимает решение, какую сделать, Ну и как? Как? И это делается итерационным путем. Он делает молекулу, она испытывает, это автоматически все делается. Вы сказали делать молекулу, создавать новую молекулу? Да, да, синтезировать. То есть то, что не существовало в природе? Да, конечно. Конечно. Речь идет о том, что вот то, что раньше, еще несколько лет назад, считали чисто научной фантастикой, бредом, сейчас реализуется. И вот эта вот реализация фантастических мыслей, она начинает сейчас происходить с огромной скоростью. И здесь, я бы сказал, надо успеть. Значит, успеть, не опоздать, так скажем, да, с этим, именно с этим связаны интересские информатики во всем мире. И я очень благодарен, значит, руководству Казанского федерального университета о том, что они эту идею поддержали, вообще говоря. И совершенно с нуля, значит, была создана и научная группа, и, значит, магистратура, которая получила международную аккредитацию. И, в общем, я хочу сказать, что это развивается очень хорошо. Я думаю, что у нас есть достаточно неплохие успехи. Я могу похвастаться. Обязательно. Вы просто обязаны похвастаться. Я хочу похвастаться, да, потому что, в общем, для меня это был очень амбициозный и крайне интересный проект. Ну, практически с нуля сделать вот эту вот, развить, значит, эту деятельность. Но я хочу сказать, эта деятельность развивалась на очень благодатной почве. Вы знаете, химия в Казани всегда была исторически очень сильной. И вы понимаете, вот эта вот интеллектуальная мощь, она позволила, ну, как бы, знаете, но сфера, есть как по Вернадскому, локальность. Да, 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 да. Она позволила очень взрывным образом развить это все дело. Вы знаете, значит, посмотрите, мы сейчас начиная с 13-го года мы публиковали уже 17 статей в половине международных журналах хорошего уровня, да. Первый, второй кварцель. Как? Какого кварцеля? Вы знаете, я не знаю. Вот некоторые в лучших журналах мировых в нашей области по хемоинформатике, да, да, в лучших, да, значит, они уже начали неплохо цитироваться. Значит, мы написали, ну, вот я считаю, первый в мире нормальный хороший учебник. Мы еще не дописали. Мы написали только четыре тома. Вы у меня с языка сняли, я хотел об этом спросить. Да, да. Это вообще первый в мире учебник? Нет, вы знаете, значит, был один, небольшая книжечка, там 120, 140 страниц, значит, по-моему, да, introduction, ведение в хемоинформатику, и другая толстая книжка, которая, значит, была формальным учебником, но фактически это был сборник обзоров. И как учебник вряд ли можно было, то есть я не думаю, что это вот хороший учебник. И то, что вот сейчас мы сделали, значит, да, ну, в силу того, что все-таки у меня есть опыт, я читаю курс хемоинформатики в Страсбурге из 2001 года, как только была создана магистрская программа, она долгое время была единственной в мире, так сказать, ну, там, она была еще в Шеффилде, в Шеффилде закрылась, в общем, и вот сейчас мы, значит, сделали в Казани, и пример Казани был очень заразительный, сейчас, значит, с нами сотрудничают по программе двойного диплома и ИТМО Санкт-Петербурге, и другие, так сказать, европейские, сейчас у нас порядка, значит, уже три подписанных договора, еще четыре ждут на подписи, то есть вот создается такой консорциум. Но пример подала Казань, я хочу сказать, вот это очень важно. Вы здесь, по-моему, с 2011 года? 2011 года, да. Так вот, вот этот учебник, мы сделали, мы не закончили, мы написали больше тысячи страниц, да, четыре тома, четыре тома, да. На бумаге? На бумаге, на бумаге, бумаге, да, учебники должны быть на бумаге, понимаете, учебники, это то, что нужно вернуться, я считаю, что учебники абсолютно должны быть делать пометки, совершенно точно, четыре тома, и в этом году выходит пятый, мы стараемся, значит, планируем семь, вообще говоря. Семь, да. Значит, в этом году пятый выходит, еще два минимума мы должны сделать, для того, чтобы закончить этот проект. Параллельно, значит, мы выпускаем с участием тоже, там, международный коллектив, но в этом году мы выпускаем в издательстве ВАЛЭЙ, это международное издательство, книгу, называется, практические работы по хемоинформатике, под моей редакцией, и там участвуют коллеги из Казанского федерального университета, Тимур Маджидов, значит, который здесь, как бы возглавляет группу, и Рамиль Нугманов, так сказать, вот они тоже, значит, эта книга, которая... Эта книга, этот учебник, он адресован кому? Студентам вузов, ученым, молодым, начинающим, да всем, всем. он адресован, конечно, вы знаете, там есть несколько уровней, так скажем, есть уровень легкий, который доступен вообще всем, вообще, я считаю, что это должно быть стать элементом образования любого химика, как некая базовая дисциплина, есть, так сказать, вот эти элементы, которые для всех, есть элементы, которые для профессионалов, я считаю, что каждый может найти, есть элементы вообще для любого химика, который просто хочет понять, что это такое. 7 томов учебника, который ориентирован, грубо говоря, на химиков, в принципе, да, начиная со студентов, и, может быть, даже заканчивая убеленных сединами уже, ученых, доцентов, профессоров, это, конечно, очень здорово, как и очень симпатично, с моей точки зрения, ваше замечание, что учебники должны быть на бумаге, что-то в этом есть, да, это вот тактильное ощущение, возможность, кто-то из великих сказал, по-моему, чуть ли не будем называть фамилии, что книга мой раб, вот я что хочу, вот я должен себе что-то делать. Но возникает вопрос, вот вы работаете в Спрасбурге, и здесь, как научный руководитель магистратуры по химоинформатике, 16-15 лет полных уже в Спрасбурге, да, по этой тематике, вы пишете учебник с коллегами, вы, кто больше получается, вы химик, вы математик, ну, там, или информационщик, или вы, получается, еще и методист, да, раз вы учебную литературу не занимаетесь. Я бы не стал вот так вот делить на такие категории. Я понимаю, что это условно, условно, да, значит, я вам скажу, что я по своему образованию химик, конечно, да, но химики ведь разные бывают, так же, как литератор, вы понимаете? Да, я догадываюсь. Вот, поэтому я бы не сказал, конечно, я получил образование базовое по физической химии в Москве, да, я закончил Медельевский институт, и одновременно я учился на физфаке Московского государственного университета, да, значит, то есть, как бы, это был такой эксперимент, значит, по индивидуализации учебных программ, и в советское время это было очень тяжело сделать, но ректор Медельевского института, он именно поэтому стал министром, потому что он был готов к таким смелым экспериментам, часть предметов у нас, значит, технологических убрали, и у нас было шесть человек, такая группа экспериментальная, и мы учились на физфаке, МГУ, сдавали там экзамены, и все такое прочее, то есть, поэтому такое сложное, как бы, образование у меня, вот, вы знаете, на самом деле, так же, как и персонализированная медицина, я считаю, что образование тоже должно быть немножко персонализированное. Вот вопрос-то ведь не без подвоха, у вас вот такое счастливое стечение обстоятельств и интеллектуальных возможностей, да, и физико-математическое образование, и химическое образование, требуются ли такие же усилия и такой же разносторонний объем знаний для тех, кого вы учите и воспитываете? Да, но мы им даем эти знания, нам нет необходимости их куда-то посылать, учебная программа сделана так, что к нам приходят и математики, и информатики, и химики, и все это, так сказать, органично сливается в одну учебную программу. Вы сейчас говорите о ваших питомцах в Казани или в Страсбурге? Вы знаете, программа в Казани, она сделана, так сказать, зеркально, не совсем зеркально, но это она сильно подобна, и мы распространяем это, вообще говоря, не только в Казань, вот сейчас этот опыт Казани казался очень положительным, сейчас и в Санкт-Петербурге, и в Киеве, и в Тель-Авиве, и в Милане, и в Любляне. То есть, вот это вот наши партнеры, которые вот сейчас, то есть, у нас образовалась такая сеть магистрских программ по химинформатике. Сколько, если сопоставлять, я понимаю, что это немножко ущербное такое, да, сопоставление, но тем не менее, вот если сравнивать людей, с которыми вы работаете, которые у вас учатся, да, в широком смысле этого слова, там, в Страсбурге, и здесь, в Казани, или, например, в Итмо. Как это количество сопоставимо? Там 5, здесь 15, как? Вы знаете, в Страсбурге мы набираем группу, в которой колеблется примерно 10 человек. Это может быть 9, это может быть 14. Порядок чисел, понятен. Да, да. В Казани примерно то же самое. Значит, здесь, ну, как бы сказать, в них немножко меньше, да, немножко меньше, насколько я понимаю, тоже колеблется, там, значит, там 5-8 примерно, я так понимаю. В Итмо тоже они начали вот сейчас с 5. Но, вы понимаете, значит, тут нет необходимости производить сотни хемоинформатиков. Вы знаете, будет такая необходимость, если мы реализуем один проект, который касается информатизации, глубокой информатизации всей химии, всей экспериментальной химии. Такой проект существует, я надеюсь, что мы его сможем реализовать с помощью как раз группы Казанской. Всей химии масштабах России или глобальной? Ну, вы знаете, важно начать, это как интернет, вы знаете, интернет, он же появился как академический проект. Два компьютера связались. Вот все. В тот момент времени не нужно было специалистов по интернету. А сейчас что получается? Сейчас же они тысячами должны выпускаться. Из ваших слов я делаю вывод, что у тех ребят, которые сейчас занимаются химии информатикой, хоть здесь, хоть в Страсбурге, хоть в Любляне, у них большое будущее? Я надеюсь. Я оптимист. Ну, да. Я оптимист. Я думаю, что, в общем, сказку сделать былью, это вполне реалистично в наше время. Можно привести, наше время подходит потихонечку к концу, поэтому два коротких очень вопроса. Можно привести пример практического взаимодействия вот вас как ученого и ваших, назовем это так, сподвижников с практиками здесь в России или, например, в Казани. Вот, я не знаю, Татхимфармпрепараты когда-то было такое, да, заведение, то есть предприятие. Или, может быть, какие-то другие. Вы знаете, значит, вот такой, у меня есть достаточно много примеров конкретного использования наших методов в Европе. То есть, моя лаборатория в Страсбурге имеет достаточно большое количество взаимодействия с промышленностью. В России пока этого нет. Но те проекты, которые сейчас размышляем, они, вообще говоря, предполагают. Я бы сказал, не с конкретными предприятиями, но, вообще говоря, некие проекты по информатизации и химии, которые должны, так сказать, быть, как бы, централизованы. Мы возвращаемся к той теме, которая где-то вот в середине нашей беседы, вашего рассказа, была затронута. В чем причина? Это что-то такое органически присуще, что ли, вообще, нашей российской действительности? В чем причина? Такой мизерной наукоемкости фармакологии, фармацевтики в Российской Федерации. Это никому не надо. Это недоступно в силу того, что нет ресурсов финансовых, материальных, интеллектуальных, потому что, ну, вот, я здесь живу, я здесь родился, вырос, у меня иногда складывается ощущение, что мы обречены просто все время догонять. Вот догонять, догонять, догонять. И как мой один хороший приятель, кстати, физик, до мозга костей, как-то сказал, говорит, ты знаешь, если мы будем все время вот бежать по этой тропинке, догоняющей, догоняющей, все время догоняющей, развити, ничего путного не будет. Мы должны что-то такое придумать вот в искривленном пространстве. Ну, не будем политизировать, не будем говорить о своем пути, тем более, где их чучхе, но тем не менее, вот, как-то это все. Я не был бы, я более оптимистично смотрю на вещи, если честно сказать. Я считаю, что интеллектуальный потенциал, да и финансовый потенциал в России достаточно велик. Достаточно для того, чтобы конкурировать с другими странами и быть впереди. Вы знаете, речь идет, конечно, о какой-то структурной проблеме, вот с моей точки зрения, структурной проблеме в науке, которую надо решить. Если вы посмотрите за публикациями, эти проблемы как-то начинают выявляться, что в Академии наук творится, все эти преобразования. Они очень болезненные, но они начинают происходить. и именно из-за этих каких-то структурных вещей вот в России такая ситуация. Необходимо каким-то образом мотивировать или заставить промышленность обращаться к науке. Понимаете? То ли налоги, понимаете, снижать, то ли еще как-то. А иначе, вы же понимаете, когда вы открываете вентиль и течет нефти, то ничего не надо. Мы купим все, да? Понимаете? Надо сделать так, чтобы их мотивировать. Да. Нефтяное проклятие. Да. Я абсолютно уверен, что речь не идет о финансах, речь не идет о индивидуальном потенциале, который совершенно потрясающий здесь, да? Речь идет о каких-то структурных вещах, которые политики должны хорошо продумать. Может, уже надо разрабатывать такую отрасль знаний, как политинформатика, что-то такое по аналогии. Это не ко мне, это не ко мне, Юрий Ильич. Это не ко мне. Спасибо вам огромное, Александр Алексеевич. Было очень интересно побеседовать. Я думаю, что наши телезрители тоже кое-что из ваших рассуждений, из вашего рассказа вынесли, и не только применительно к сугубу вот этой вот отрасли, которую мы называем хемоинформатикой. Я напомню только, что у нас в студии сегодня был профессор Страсбургского университета, руководитель лаборатории хемоинформатики в Страсбурге и руководитель научного управления магистратуры по хемоинформатике в Казанском федеральном университете Александр Алексеевич Варнак. Моя фамилия по-прежнему Алаев, я ведущий программы Акцент. Спасибо за внимание, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова